Мы начнем учить из Откровения Иоанна все книги сначала до конца сколько бы недель нам не потребовалось мы попытаемся объяснить намерение каждого слова и значение, смысл, сколько бы не потребовалось времени возможно, мы даже не преуспеем в этом но попытаться, попытаемся потому что очень давно я уже чувствовал, что нужно учить на тему Откровения обычно нет таких учений из книги Откровения говорят, что для того, чтобы понять книгу Откровения, нужно Откровение свыше и каким-то образом это правда и где мы что-то не поняли скажем, ну мы не поняли даже в Ясна написанной Торе есть места, где трудно понять о чем речь и в Евангелиях есть много мест где нам сложно понять о чем речь мы верим, что весь Танах и Новый Завет это Твое Слово и как написано в конце Тории в конце книги Откровения что нельзя ни добавлять, ни убавлять и написано, что каждый, кто учит из этого Слова укрепляется этим Словом и мы просим укрепления Господь во имя Машеха Ишуа и сегодня не будет как таковой проповеди это больше будет учение я хочу спросить кто не понимает русский здесь вы русский вы загорели на русского не похож ну понятно понятно окей, а нахму ламдим мы учим я буду читать на русском и буду пообъяснять мы начинаем Откровение первая глава и я читаю первые три стиха Откровение Ишуа Машеха который отдал ему Бог чтобы показать рабам своим чему надлежит быть вскоре и он показал послав он и через ангела своего рабу своему Йоханану который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Ишуа Машеха и что он видел блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное ибо время близко Йоханан Иоан Микабель Идгалют получает Откровение Часть вещей он услышал Часть вещей он увидел Увидел не физическими глазами Это было что-то связанное с фантазией И мы повнимаем что Господь Бог через Йешуа и через ангелов показал ему картины Он передал ему определенное сообщение Но когда мы начнем учить более глубоко До этого я хочу уже кое-что определить Во-первых задать вопрос У кого был сон какой-то что вы точно знали что это нечто великое нечто от Бога точно не вашей фантазии У многих было Другой вопрос У кого было видение Что значит видение Видение это значит может быть было с открытыми глазами может быть закрытыми Но вдруг картинка меняется Не то чтобы изменилось в оптическом смысле Но вдруг вы начали видеть как будто невидимое более глубокое или перед вами всплывали какие-то картины Если вы когда-то принимали транквилизаторы возможно знаете о чем речь Или например когда вы после операции еще наркоз не отошел возможно тоже появляются такие видения У кого были видения Вот мы из Святых Писаний учим Как есть такое выражение закон Мерфи Так есть закон Святых Писаний К видению относимся как к видению Можно его истолковать Обычно истолкование это не прямое объяснение И иногда мы понимаем только со временем то что тогда мы видели Я немножко более глубоко объясню Возможно если вы в будущем будете видеть сны и видения у вас будут инструменты к тому как найти к ним объяснение Например здесь в Откровении есть много написано много про золото и серебро Например Йоанн увидел Небесный Иерусалим Кто читал это место Писания где Йоанн увидел Небесный Иерусалим улицы из золота и бриллианты везде раскиданы Скорее всего что нет там никакого золота и никакого серебра Но в его глазах и на человеческом языке это самое дорогое что есть Поэтому используются эти словосочетания для того чтобы мы могли понять о чем речь Йоанн был намного более простым человеком не таким образованным как Шауль Но Шауль также видел Небеса Как выражался Шауль Шауль говорил что это вне человеческого понимания невозможно это не понять и объяснить Потому что выражения должны быть духовными Наш мир полон физических и мирских вещей И мы для того чтобы объяснить физические вещи даем им им имена Поэтому Йоанн много использует такие вещи как золото серебро силы и все остальное Это для того чтобы дать нам прочувствовать и подготовить наше эмоциональное состояние для определенного времени Что это значит? Апостол Петр сказал Что невозможно истолковать духовные вещи до определенного времени Но когда приходит это время Тогда вы можете сказать А, вот именно это он имел в виду Возможно во сне или в видении ты увидел что-то Я, например рассказываю то, что было со мной Мы с женой когда такое чего ждали И ждали на протяжении многих месяцев И вдруг во сне Я вижу как будто мы с моей женой сидим в очереди чтобы куда-то войти И передо мной было еще три или четыре человека уже не помню Тогда я проснулся и я сказал Я не знаю что это значит или три дня или три недели или три месяца или три года Сказал первые три дня недели или три месяца А потом да нас позовут в эту контору и мы узнаем ответ И так оно и случилось Я не помню что из трех это взяло Но это было вот таким образом что мы увидели себя сидящими в очереди Мы не сидели физическим образом Они просто позвонили к нам сказали в это время подойдите в офис мы вас Поэтому когда мы читаем в особенности откровения И у вас есть у каждого свое понимание Это тоже правильно Не говорите мне Леон Я думаю так поэтому ты не прав Лучше сказать по-другому Ты прав Он прав И я тоже прав Это принцип Продолжаем Вот здесь мы прочитали Что вскоре Что значит в ближайшее время В Новом Завете Когда Ишуа вознесся на небеса В то время когда он вознесся на небеса И ученики стояли и говорили Куда ты идешь? Пришел ангел и сказал им Скоро он вернется А они скоро восприняли что это будет послезавтра Это было спустя 40 дней когда они были с ним Некоторые думали ну не два дня он возьмет где-то недельку потому что скоро будет Шавуот Потому что это было перед праздником Шавуот Но уже 2000 лет А мы его все еще ждем И мы знаем что он вернется Но это дает нам понимание к тому что слово определенное не всегда определяется временем по земным часам Что значит вскоре в ближайшее время Когда вы слышите в ближайшее время что вы думаете нам нужно делать Быть готовыми Возможно это будет завтра И это понимание Святого Писания И верующие в Йешуа И не верующие в Йешуа Весь иудаизм Который говорит что мы ждем приближающегося Машиаха Когда мы слышим приближающие шаги мы должны быть готовыми Что значит готовыми Скажите мне Наполненный Святым Духом Это более поэтическое выражение Более практическое это быть постоянно молиться и пребывать в Слове Устроить правильную жизнь Не помню когда это было Кто помнит Гамлея или Ашера Гамлея заболел Он поехал в Америку за него молились потом они вернулись и был у него сопровождающий очень сильно верующий человек и он сказал ему у тебя немного осталось а устрой свою жизнь устрой свою жизнь устрой свои дела возьми возьми все свои дела какие нужно написать наследство то есть приготовь все объясни своей жене ее зовут Тали как заниматься всеми делами потому что он был ответственен за все дела в доме устроить свою жизнь если у тебя есть враги то постарайся с ними помириться если у тебя есть долги расплатиться всеми долгами если у тебя есть какие-то искушения плоти оставь их покайся и как ты сказал пребывай в Слове Божьем готовым потому что никто не знает свое число пока мы сейчас учимся здесь есть слово которое нам нужно понять есть мудрецы которые говорят что Иоанн написал Откровение в 90-х годах нашей эры то есть после того как разрушен был второй храм и уже было такое очень странное время есть другие мнения многие что написал Откровение до разрушения второго храма почему это важно потом мы поймем я потом поговорю об этом давайте прочитаем стихи 4 5 6 8 6 7 7 7 8 8 8 8 9 11 12 12 12 13 13 14 14 15 14 15 16 17 17 17 18 19 19 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 Первый мой вопрос, когда я читаю этот текст. А где иерусалимская община самая центральная? Она существовала до семейцев. Разве не важно для нее знать все? Можно с разных сторон посмотреть на этот пункт. Я понимаю, что это был один из способов, что я считаю, что это было не так, что я думаю, что откровение было написано до разрушения второго храма, и я сейчас объясню почему. Потому что вся духовная жизнь была сосредоточена в Израиле. Евангелие, даже если вышло за пределы Израиля, но это были небольшие капли вокруг. И все, откровение было сосредоточено для того, чтобы народы другие побудить присоединиться к народу Израиля, к спасению Израиля. И те новые верующие, которые стали верить еврейского искупителя, дать им толчок. Смотрите, ребята. И вот здесь семь общин. Если вы посмотрите на исторические факты, они существовали, начиная от Сирии и заканчивая где-то Италией. Есть другое мнение. Есть люди, которые считают, что это не семь общин, а семь различных периодов времени. То есть первая община имеется в виду время сразу же после Ишуа. А седьмая община — это наше время. Лично я верю, что это было послание для семи общин, в то время находящихся в том регионе. Поэтому возникает вопрос, зачем нам это читать, какая мне разница, что с кем там происходило. Святые Писания дают нам принцип жизни. И можем многому это за это научиться. И вот мы читаем, что Евангелие, что это слово вышло от Ишуа. И это откровение также приходит от Ишуа. И здесь имеется в виду слово Господь, но я хочу сказать, вам кое-что. Есть здесь люди, которые верят, что Ишуа — это Бог. Есть такие здесь. А это далеко не все. Есть здесь люди, которые верят, что Он не Бог, но Сын Божий. И вообще верующие во всем мире есть такие, есть такие. Я хочу сказать вам кое-что из историй. И это относится к Божественности Ишуа. Я лично верю в Божественность Ишуа. Но исторический факт таков, что все это вопрос о Божественности Ишуа не интересовал никого до 4 века нашей эры. Потому что первые верующие были людьми дела, людьми реальности. Они верили, что вот Он приходит, пришел, народился от Мирьям, воспитал его Иосиф, он взял на себя грехи этого мира, умер за эти грехи, воскрес из мертвых, заплатил полную цену Богу, и Он воскрес из мертвых, вознесся на небеса, и теперь с этого момента и до конца дней Он мой лидер. Это была вера дел. И они не задумывались над всеми теологическими рассуждениями, откуда Он сотворил ли Его, сотворил ли Он, кто Он и так далее. Принцип был такой, я пью воду, и больше меня жажда не мучает. Я верю в Него, и я спасся. И все. Но весь вопрос Его Божественности, и все это давление вокруг этого, оно, в принципе, возникло в IV веке. И здесь на это не смотрят. Но смотрят на кое-что другое. Что Он достойен. Он достойен. Но Он лидер, который достойен, чтобы за Ним шли, и я хочу за Ним идти. Несколько лет назад у нас были выборы. Кто-то выбрал Нитанияу, кто-то нет. И те, которые выбрали Его, говорили, Он достойен. После полтора года, вы говорили, Он недостоин. Что за... Что это значит? Что Он когда-то был достойен, теперь недостоин? У нас на земле, у людей, это так. Но вот Он. И потом есть ясное объяснение. Почему Он достойен, и не нужно тебе прыгать с одного лидера на другого? Если ты выбрал Иешуа, не надо завтра обращаться к Мухаммеду, потом к Будде, а потом опять к Иешуа. Почему? Вот мы видим все объяснение. Есть здесь такое слово, написано, мир вам от семи духов. Четвертый стих, увидели? Есть люди, которые спрашивают, что это за четыре духа? Похоже на... на Руах Рефаим. Похоже на четыре привидения. Вы видите, семь духов, на Иврите можно прочитать, что это один дух с семью характеристиками внутренними. И Святой Дух обычно его ассоциируют с семью объяснениями того, что он приносит. Благодать сила, слава, вечность, основание и царственность. Семь вещей, которые можно отнести к Святому Духу, это не семь духов. Но если вы понимаете по-другому, то это нормально. И вот пятый стих, здесь кое-что очень сильное. У нас есть Ишуа Машех, и про него написано, что он свидетель верный. Это уже судебное дело. Это как свидетель государственный. Это свидетель, который достоин стоять на Божьем суде. Кто-то мне может сказать, почему люди говорили про Ишуа, что он верный свидетель. Кто-то мне может сказать, почему так про него говорили. А если кто-то не слышал? Ма? Окей, это интерпретация, не это? Маасим, биседер, были и другие люди, которые делали чудеса и знамения. В Талмуде написано про другого Рава, который в это время тоже делал. Воскресение из мертвых. Это был очень ясный знак. Кого удерживает смерть? Грешника. Но во многих объяснениях в Новом Завете написано, что мы верим в этого человека, которого не могла удержать смерть. Что это значит? Что он был достоин праведник, воскрес из мертвых, и мы присоединились к его группе. И почему мы точно знаем, что он всегда слышит наши молитвы? Почему мы точно знаем, что он оправдывает нас и очищает от всякого греха? Потому что 2000 лет тому назад десятки тысяч людей в земле Израиля знали. И многие из них были свидетели воскресения из мертвых. Они его могли потрогать, они могли его увидеть. Вот он. Смерть не удержала его. Поэтому это верный свидетель. И тут написано, первый из мертвых. Почему это выражение используется в Откровении? Потому что в еврейской традиции, даже в молитве Амиды, которая уже в то время существовала, написано верный, и как мы провозглашаем дальше? Воскресить из мертвых. Всегда, весь народ Израиля знал, что однажды будет день, когда Бог воскресит из мертвых. Но кто-то должен начать это воскресенье. И есть у нас уже начало. Если я знаю, что он уже начал, как минимум, это, по крайней мере, укрепляет мое мнение и веру. Кто со мной согласен? Скажите Амин. Написано, глава священников земли, владыка царей земных. Является ли Ишуа сегодня владыкой царей земных? Да или нет? А как насчет султана с Бахрейна? Конечно нет. Амила Кан, это больше охроза. Потому что это слово здесь провозглашение больше. Что так будет? Мы знаем, что наш мир, это не совсем то, что мы видим. Наш мир, это много миров внутри него. И духовный тоже. Но в этих мировах про Ишуа написано, что все уже преклонили перед ним колено. Но здесь, на земле, это еще не произошло. Но мы читаем это как правозглашение. Здесь написано, что Он очистил нас своей кровью. Как мы понимаем это? Как мы понимаем, что Ишуа очистил нас своей кровью? Вы спите уже все? Я когда учу этому, я разогреваюсь. Он очистил нас своей кровью. Какой в этом смысл? Для евреев это было настолько ясно. Почему? Потому что они так были связаны сильно с храмом. И там так было ясно, что ты возлагаешь свои руки на козла. Его убивают. И его кровь очищает твои грехи. Но семь церквей в Асии. Но семь церквей в Асии не понимали всю эту традицию. И Иошуа через Иоанна пытается обратить их к этому принципу. к принципу Торы мера за меру. Согрешил заплатить за свой грех. Поэтому он праведник, самый достойный во всей вселенной. его кровь очищает верующего в него. Продолжаем. Написано здесь в шестом стихе. Сделано нас царями и священниками. Здесь есть комбинация. Этот стих очень сильный. Если мы открываем восьмой псалом, Люди, проснитесь. Я вижу, некоторые сидят засыпают на месте. Написано в восьмом псалме, что Он, Бог, создал людей. И написано на русском не очень правильный перевод. Написано, что пролил кровь перед ангелами. Ишпил этот дам, унизил немного перед ангелами. Но в еврейском написано, мало унизил перед ангелами. Унизил перед Богом. Мало унизил перед Богом. Люди в самом начале творения должны были их положение было на один уровень ниже Бога. Они были выше всех остальных творений. Но грех сделал то, что он сделал. и написано, что в Ишуа происходит восстановление и исправление. и человек начинает восходить на то место, для которого он был сотворен. Многие знают, настолько далеки от этого понимания. из-за того, что каждодневной жизнью мы живем со своими проблемами и болезнями. И в этом мире есть столько много вещей, которые мешают нам увидеть истину. Поэтому святые Писания говорят, вернитесь и посмотрите опять на это. Потому что вы достойны нечто большего. Что значит, он сделан нас священниками? Кто-то знает, что это? Священник это кто-то, кто очищает, освящает перед ним. Почему Петр сказал? Петр сказал, он сделан нас священниками. Почему? В Торе написано, когда Моше выводит народ израильский из Египта, он говорит, вы будете народом священников. Потом они падают. строят себе золотого телеца и только избирается колено Левина, чтобы быть священником. самое первое обещание, которое говорит Моше, это весь народ Израиля, написано в послании Ефесянам, что язык через Ешуа прилипляются к народу Израиля. Поэтому Петр объясняет нам, что в Ешуа мы все являемся священниками. В этом мире есть 7-8 миллиардов человек. говорят, что примерно один миллиард верующих в Ешуа. Но те, которые на самом деле верят в него, на самом деле в своей жизни уйдут за ним. Я думаю, что число намного меньше. Но те, которые на самом деле верят и принимают джетвы Ешуа, нас назвали священниками. Что значит священство? Шаул объясняет в послании эфесянам, что во время, всякое время молитесь за всех людей. И Ишуа говорит своим ученикам, которые даст священники, идите и делайте учеников. Это то, что нам сегодня не хватает. потому что мир сделал нас эгоистами. Сегодня Дима учил, что было у Аарона на его плечах. Имена сынов Израилевых. И что было на его сердце? Многие из нас на плечах несут самих себя, и в сердце мы находимся на первом месте. эгоизм. Но когда мы читаем этот текст, нам нужно проснуться и сказать Господь Отец, изменим мое сердце. Многие из нас спорят по вопросу Бог это Ишуа или нет. Но что нам на самом деле нужно делать, не оспорить по поводу его божественности. А делать то, что мы можем и должны делать. Стать священниками. эгоистами. Людьми, которым небезразличны люди вокруг нас. Я продолжаю. В седьмом стихе написано. всякое око и те, которые пронзили. Мы читали этот текст пророки Даниэля. Мы читали этот Даниэля. Сын человеческий. Кто помнит в Даниэле написано вот грядет Сын человеческий или Сын Божий на облаках. И в Захарии написано и возряд на того, которого пронзили. И этот стих это для нас провозглашение. Что это не будет. Оно будет. Но для нас это что-то, что уже было. Если ты уже получил что-то, так будь как человеком, который уже получил. Те, которые еще не получили, будь истинным. Один раз я говорил с одним верующим религиозным евреем об Иешуа. Он религиозный, но не верит в то, что Иешуа Машиех. И спустя некоторое время, которое мы провели вместе, он бросил такое слово. Хорошо, ладно, подождем, посмотрим, если он придет, там видно будет. Он хотел мне сказать правду, это нормально. Лучше говорить правду. Потому что наша вера в Иешуа сама по себе внутри нас не рождается. Как говорит Иешуа? Никто не приходит ко мне, но только Отец приводит. Так что я могу сделать? Могу кого-то подтолкнуть? Я могу сказать слово. Я могу сказать свидетельство. Но кого-то за руки взять я не могу. Если есть у вас кто-то, кого вы хотите привезти к вере, просто молитесь за него. Потому что если вы говорите больше чем три раза, потом уже на вас не обращают внимания. Я продолжаю восьмом стихе написано. Я альфа и омега, начало и конец. Я Господь был, есть и я гряду. И это слово указывает на божественность. Но самое значимое слово здесь не божественность. Все с ним началось и все им заканчивается. И в Колоссянах мы тоже читаем все через него и за него и ради него. Так написано. И мы не можем этот текст вырвать из... убрать этот текст. в ортодокс в ортодоксальном иудаизме также существует выражение что с Машехом все началось и с ним же все закончится. Это очень похожая речь. То для нас это тот, кто нам уже открылся. Я хочу сказать кому для кого было написано все это послание. Семи овщин в Асии. В основном были греки там. Слово альфа и омега это греческий язык. поэтому мы здесь должны понять что святые писания пишутся на языке этого народа к которому это обращено чтобы они это поняли. Я хотел закончить первую главу. Но закончил только первые восемь стихов. Неважно. Сегодня достаточно. Хочу помолиться давайте все встанем.